Друзья, всем огромный привет, но с вами давненько не было обзоров ни на какие новые модификации, и тут вышла новая модификация с варгами, то есть с такими прикольными волками, которые довольно-таки хорошо проработаны, и я просто хотел бы сегодня их протестировать и посмотреть на что они способны, и вообще стоит ли добавлять их в наше выживание, потому что в планах на эту осень есть выживание с большим количеством модификаций на животных, точнее вот на динозавров, существ, животных, которые не плюются там, не знаю, электричеством, ядом, огнем, а которые просто-напросто изменены, и их в самом арке Survival нету. Итак, варги из этой модификации преимущественно спаунятся в красных лесах, соответственно, как видите, здесь самец и самочка 560-го и 400-го уровня, потому что так настроен сервер, здесь стоит сложность 20, а это значит, что существа спаунятся до 600-го уровня. По статистикам они не сильно отличаются от обычных волков, то есть, как видите, у них 10 тысяч здоровья, 30 тысяч оглушения, здесь 22 тысяч оглушения, то есть, если мы попытаемся усыплять их при помощи обычных как раз дротиков или стрел, но вот на таком уровне, ничего хорошего на самом деле из этого не выйдет. Фишка варгов в том, что когда ты на них садишься, ты садишься прямо внутрь варга, то есть сейчас мы с вами, смотрите, у нас с вами есть варг, когда мы садимся в него, и даже иконка особая, получеловек, полуволк, да, соответственно, мы с вами садимся прямо в него, и таким образом мы с вами как бы становимся волком, приручая вот такое существо. У нас появляются новые классные особенности, например, мы можем сесть вот так вот, то есть, как понимаете, обычные волки такого не делают. Нажав Ctrl, мы с вами можем издать очень атмосферный вой, но любое существо по типу микрораптора нас сбивает седла, и, кстати, на варгов есть седло, я так понимаю, что можно именно сесть на него вот так вот сверху, но секундочку, давайте сначала все-таки протестируем все его особенности. Так вот, на Кантреле у нас с вами очень атмосферный вой, тем более, как видите, вой, у него записано сразу несколько вариантов, на правой клавише вой, если у нас с вами есть стая. Мы с вами можем прямо сейчас заспаунить себе стаю, просто посмотреть, как это будет звучать вместе. Я заспаунил еще пару варгов, чтобы можно было протестировать еще один вой, вой на правой клавише мыши, его издает стая, и этот вой, он стандартный из Аркс Рувайвл, но вот именно на Кантреле... Просто безумный, очень атмосферный вой, это действительно круто. На альце мы с вами можем лечь и вот так вот лежать, что тоже, как видите, очень-очень атмосферно, варг осматривается по сторонам. Эта модификация была разработана для того, чтобы использовать ее на РП-серверах, чтобы можно было играть за волков, то есть отыгрывать роль варгов, а именно полу-людей, полуволков. То есть, как понимаете, мы в любой момент из варга можем выпрыгнуть и стать просто человеком, ну и типа в РП-составляющей. Я думаю, что другой игрок не будет обращать внимания на то, что у нас с вами здесь волк лежит. Помимо этого, просто на клавише С наш варг будет принюхиваться. То есть, это такие чисто декоративные особенности, при помощи которых ты можешь управлять поведением своего волка. Естественно, можно иметь стаю волков, и естественно, они ведут себя, как все остальные волки, то есть у него есть урон от падения. Сейчас посмотрим, насколько сильный, потому что здесь было высоко. Как видите, урончик серьезный. Опять же, наши враги это микрорапторы и все те, кто может нас снять с седла, потому что это все работает. Мы с вами как бы сидим в седле, и из-за этого, секундочку, из-за этого у нас могут возникнуть проблемы. Давайте сейчас быстренько побоим, а я не могу побоить, у меня 18 секунд откат. И как видите, по силе наши варги ничем не отличаются от обычных волков. Стоя ужасный птиц, нормально. Сейчас попытаемся загрызть, главное никого не потерять. Воем. Получаем на 90 секунд баф. А вообще урон-то 723, это просто у мегатерия был бонус, и нам было очень сложно его забить. Пойдемте быстренько загрызем дебладока. Обычный урон 669, не прокачанный, но это именно потому, что у нас с вами такой высокий уровень. Также у нас с вами есть вот такая штука, которая называется Люпин Стоунскин. И эта модификация, она заменяет всех стандартных волков вот на таких варгов. А помимо волков, разработчик модификацию хочет добавить медведей, снежных леопардов и воронов. И что нам позволяет делать вот эта вот каменная кожа Люпина? На самом деле, это просто седло, при помощи которого на нас может сесть наездник. Вы понимаете? То есть мы как бы управляем варгом. Жалко, у меня сейчас нету второго человека, но она мне еще сверху может сидеть наездник. Интересно, здесь есть возможность управлять пассажирские места? Вот, Маунт Вульф. То есть фишка в том, что смотрите, я не могу сейчас им управлять и ездить на нем. Могу ли я откатиться на третье лицо? Нет. Жалко, что нет, нет, у меня не получится даже откатиться на третье лицо, потому что я сижу сейчас на волке. А другой игрок будет управлять волком. То есть один игрок является волком и управляет волком, а второй игрок может просто на нем ехать, стрелять в разные стороны, что-то делать и таким образом взаимодействовать друг с дружкой. И это действительно очень классная механика для ролеплей серверов. И свисты все-таки на волгуэры полобаны в край, то есть как видите я свищу пассивность, не судьба. То есть вот так вот, ну да, все это работает. Ну либо у меня на этом выживание сложно сказать, давайте сейчас пока что переведем поведение всех в пассивку. Я потому что все-таки хочу пойти и приручить одного варга, посмотреть насколько это сложно. У тебя есть обычное мясо, я поставил ультра стекса, сейчас не стакается, потому что это было собрано пока ультра стекса не было, все остальное мясо будет стакаться. Для сравнения я призвал одного обычного волка, то есть как видите у него тоже примерно там 750 уровень. Я бы хотел посмотреть насколько отличаются у них морды, потому что мне кажется переработка была полная. То есть здесь не только шкура, но и морда переделана. Хотя на самом деле нет, на самом деле просто верхнюю часть морды немножечко изменили, добавили сюда узор, изменили цвет глаз. А что самое главное, знаете что изменили? Сейчас покажу. Жесть, да? Ты посмотри на эту красоту. Особенно когда тебе такое, сейчас секундочку, особенно когда к тебе такое идет посреди ночи. Причем у этого почему-то не светится, странно. У тебя не зеленые глаза, у этого зеленые. Вот это действительно классно сделано. Естественно у обычных лютоволков такого нету. Давайте возьмем нашу стая и пойдем, ну не то чтобы немножко поохотимся, а попытаемся приручить себе любого такого вот как раз варга. Потому что мне хотелось бы проверить насколько хорошо они приручаются. Сейчас быстренько с вами соберем немножко первосортки. Поедем естественно на обычном лютоволке. Итак, мы с вами конкретно на этом острове, если не ошибаюсь, видели тех варгов. Где-то они здесь были. Сейчас мы с вами все почистим. Единственная проблема красного леса это естественно микроравторы. То есть из-за того, что здесь их такое количество, здесь очень сложно что-то делать, потому что тебя постоянно снимают седла, постоянно на тебя нападают. И где-то только что здесь я видел варга. Подожди, мы, если не ошибаюсь, даже здесь вообще вот этих 500 какого-то и 400-ого видели. Вон. Вон бегают по пляжу. Вон, самец 560-ый и самочка 400-ая. В принципе можно самочку попытаться приручить, потому что у нее поменьше оглушения. Давайте сейчас быстренько это провернем. Ну-ка. Прям в нос, хорошо. Оба согрелись. А, их там трое даже. Ты посмотри. Ну-ка. Оглушение 4000. Ну это потому, что модифицированные дротики трагодоны. Да ну вас нафиг. По идее ничего не должно произойти. Прикольно. Это было 8, это 12, все хорошо. Жуки. Сейчас еще один выстрел, она по идее должна побежать. Все верно. Давай за ней. Спокуха, спокуха. Как понимаете, эти дротики еще и голод убирают, поэтому очень легко как раз усыплять. Сразу сбивать голод как раз цели. А что мой волк за мной? А, это мой волк. Блин, зараза, лан плевать. Давай, усыпляйся. Все хорошо. Волчанок уснул. Я не могу свистануть его на нейтралку, потому что здесь не работают свисты. Свисты не работают, это нужно вручную приключать. Тихо, 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 тихо. Ужасные птицы. Волки. Грызем, 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 грызем. Все хорошо. Все будет нормально. Есть, отлично. Еще парочка волков здесь. Нет, ужасные птицы и волк. Хорошо, что они зацепились туда. Давай, добиваем. Держись, держись. 560. Это, конечно, жестко. Не ожидал я такого поворота. Просто не ожидал. Так, давай-ка мы тебе немножечко подкачаем урон в ближнем бою. Тебя чуть-чуть буквально подлечим. Ну и жестко они здесь все-таки, да? Ах ты. Да, тихо ты. Держи. Ну вот, что тебе не мется, а? Зачем ты моего волка съел? Вот как я теперь всех приручать буду? Давайте усыплять. Это 8. У него 30 тысяч было. Это 12. 16. Нам нужно 20 набить. Даже больше. Ты смотри-ка уснул. Он там начинает сразу есть обычное мясо. Не нужно обычное мясо есть. Ешь первосорточку. А мой волк где? Вот он мой волк, да? Ну-ка. Забираем отсюда еще первосортку. Забираем отсюда все вот это мясо. Сейчас попытаемся приручить. Ну то есть, как я вижу, приручается вполне стандартно. То есть, ничего особенного нету. 25,9. 28. Единственное, что, естественно, нужно прям очень много мяса. Первосортки. Это 560-й самец, пускай будет он. Ну и как понимаете, из-за того, что здесь повышенный уровень, мне пришлось использовать улучшенные траклизирующие дротики. Хангл Транк, мы с вами как-то их использовали. Соответственно, обычными можно будет усыпить только, ну как бы до 150 уровня. И то там довольно-таки хорошее оглушение будет. Нужно будет постараться. Ну а по силе и статистикам они ничем не отличаются от стандартных волков. Но зато есть немножко другая фишка. Окрас. У них гораздо больше вариаций окрасы. Я имею в виду даже не то, чтобы вариантов окраса, а области покраски. Потому что... Хорошо, что на мне вот эта вот легендарная броня с нашего выживания, на которой по 1000 брони она каждой как раз едет. Ну, части. То есть у меня не включены административные настройки. Как видите, еда, вода у нас с вами проседает. Давай, пожалуйста, приручайся. Вот действительно, что на нем классно, это то, что... Секундочку. У него очень много областей покраса. То есть из-за этого получается очень большая вариативность раскраса волков. У них получается очень большое разнообразие в этом плане. И, ну вот, мы с вами как раз были на белом волке. Это на самом деле редкость, мне кажется, получить такого белого волка при помощи этой модификации. Итак, 99%, 99,9%. Мы с вами приручаем этого волка. Но, естественно, как бы мы не можем ездить на нем. Мы можем только сесть с него и вот таким образом кататься. Он у нас получился какого уровня? 706. Ну, и как понимаете, у него хорошие статистики. Основные как раз фишки у него взяты от обычных волков. Но у нас с вами все-таки добавленная возможность выйти. Добавленная возможность просто присесть. Нет, секундочку, не так. Вот так вот присесть. Shift-C, английское присесть. Alt-C, лечь. Но просто мы не можем, когда сидим, лечь. Для этого нам нужно встать. Дальше Alt-C мы с вами ложимся. Он начинает осматриваться по сторонам, в зависимости от того, как мы с вами крутим камерой. На клавиши C у нас с вами он принюхивается. Ну и все остальные особенности мы с вами уже видели. Плюс есть возможность одеть на него специальное седло. И потом уже на этом седле может ездить другой игрок. Вот такой вот обзор. Такие волки. Думаю, все-таки добавить себе его в выживание. Потому что это очень прикольно. Просто бегать именно за волка. Потому что это напоминает мне о модификации Play as Dino. Мы с вами очень много играли в Play as Dino практически изо всех существ. Там вроде как выходили какие-то новые обновления. Я хотел посмотреть, что там есть. Но как-нибудь в ближайшее время обязательно сделаю. Сегодня пока что на этом все. То есть эта модификация в ближайшем выживании не будет. Я просто решил сделать на нее обзорчик. Посмотреть, что она из себя представляет. Как понимаете, модификация очень прикольная. Особенно она хороша тем, что она не разрушает игровой процесс. В том плане, что она не добавляет какие-то сверхсильные существа в игру. Которые там плюются ядом, огнем, молниями и прочими. И при этом дает возможность поиграть за волка. У нас с вами начнется скоро модифицированное новое выживание. Так что нужно еще немножко подождать. На этом все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok